У нас еще два вопроса. Первый вопрос. Привет, Жак! У вас очень хорошие идеи, но меня интересует один момент в ресурсоориентированной экономике, важный для понимания ее работы. Какой будет стимул для труда в некоммерческом обществе? Ведь если у каждого будет бесплатный доступ к благам, которые производятся, кто-то все равно будет работать, производить их. Какой будет стимул для труда, если те, кто работает, и те, кто не работает, будут в равных условиях. Хорошо. Стимул будет создавать сама жизнь без войн, без бедности, без голода, бесплатная медицина, бесплатное образование, а значит и более свободное общество. Если это не будет достаточным стимулом в долговременной перспективе, тогда я честно не знаю, что еще потребуется. На самом деле мы опасаемся тех, для кого стимулом являются деньги. Например, вы пришли к врачу, и он говорит, вам нужно вырезать почку. Неизвестно, действительно это необходимо, или он просто хочет оплатить счет за яхту. Когда в дело вступают деньги, больше всего убивает желание что-то делать именно низкая заработная плата. Главный стимул у всех людей – это желание делать то, что им хочется. У детей есть четкий стимул с рождения – желание познавать новое. Но мы убиваем его, ставим им палки в колеса и не учим их созиданию, а также кооперации. В будущем будет больший стимул для работы и развития. Мартин Лютер Кинг выступал и участвовал в протестах не потому, что у него должно было появиться 4 тысячи долларов на счету за то, что его избили и кинули за решетку. Те, кто действительно верят в то, что делают, имеют огромный стимул. Ганди тоже не за деньги выступал. У него в швейцарском банке не было 50 тысяч баксов, чтобы бороться за свободу от влияния Англии. Он выступал, потому что верил в свои идеи. Вот таких людей я рассчитываю видеть в будущем. Давайте я отвечу еще на два вопроса.